Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала CBC специальный выпуск. С вами я, Леди Гусенли. Мы вещаем из Бакинского конгресс-центра, где проходит 74-й международный астронавтический конгресс. В этом конгрессе также принимают участие представители первой космической нации Асгардия. Сегодня у нас будет возможность побеседовать с нашими гостями. Это Лембит Опек, председатель парламента Асгардии, и также Лена Девина, премьер-министр Асгардии. Здравствуйте, дорогие гости! Рада приветствовать вас в Баку. «Господин Опек, начнём с вас. Как вы узнали об Асгардии?» «Мой дедушка был астрономом, а мой отец – ядерным физиком. Меня с детства окружал космос. Когда я услышал об Асгардии семь лет назад, я подумал, это должно произойти, это неизбежно. А присоединился к ним я пять лет назад, когда встретил Лену и главу нации. Тогда я подумал, что это моя судьба – быть вовлечённым в этот проект. Ведь нечасто выпадает шанс построить новое общество с чистого листа. Поэтому работать для Асгардии – одно удовольствие. Сейчас вы занимаете пост председателя парламента Асгардии. Как вы достигли этого? «Раньше я был членом парламента Великобритании. Я проработал на этом посту 13 лет. Также я был главой национальной партии Уэльса. В общей сложности я вовлечён в политику уже 40 лет. В 2019 году в парламенте Асгардии прошли выборы председателя. Они проводились в Вене. Я победил. Спустя пять лет я был переизбран». Госпожа Давина, вы также занимаете пост премьер-министра Асгардии. Хотелось бы узнать, как вы пришли к тому, чтобы присоединиться к первой космической нации? Я работала с доктором Шурбеля ещё до того, как он решил основать Асгардию. Он зарегистрировал теперь уже почти 10 лет назад аэрокосмический журнал «Рум». Вы видели его, наверное, тоже. Он является долгие годы медиапартнёром Международного астронавтического конгресса. И этот журнал единственный в своём роде, потому что он является мультидисциплинарным. Обычно все физики говорят с физиками, химиками, с химиками, экономисты с экономистами. А это журнал, в котором все, кто работает с космосом, говорят про космос. То есть там можно прочесть и про экономику космоса, и про исследования глубокого космоса, и про технологии развития будущего человечества в космосе. Но также у нас есть раздел «Спейс Лаунч», то есть «Комната отдыха». Можно почитать про интересные события, про историю космонавтики, написанную популярным языком, про современные книги о космосе. И вот этот журнал был задумкой доктора Шурбеля, который бы объединял всех интересующихся космосом, но при этом люди бы разговаривали на разные темы. Особенно интересно, когда у людей на какие-то темы разные мнения. В смысле, я прав, ты нет, а в смысле обоснованные мнения. Потому что на самом деле есть же разные способы решения некоторых вопросов, и только в будущем будет понятно, какой путь был правильным. И как раз журнал «Рум» предлагает пространство, а само название «Рум» – это и космос, и комната. То есть это комната для дебатов о космосе, название «Рум». Теперь это уже космический журнал «Асгарди», но начинался он еще до того, как «Асгарди» была создана. И я помогала создать этот журнал. Я являюсь его директором по сей день. А дальше, когда доктор Ашурбелия решил объявить о создании космической нации, он пригласил узкий круг людей, которые уже занимались его космическими проектами, быть среди тех, кто начал вместе с ним работать. То есть я с самого начала работала в администрации, его как главы нации, после того, как он был избран главой нации. А потом, когда уже была принята конституция, сформированы три ветви власти, я какое-то время проработала в администрации все еще, а потом была министром информации и коммуникации и последние два года премьер-министром. То есть можно сказать, что вы были у истоков основания космической нации? Я была вовлечена в работу по ее основанию до того, как она вышла на публику. 12 октября 2016 года состоялась пресс-конференция доктора Ашурбеля в Париже, на которой он объявил о создании этой нации. Я была среди тех, кто готовил эту пресс-конференцию. Какие функции выполняет парламент Аскардии? Парламент должен быть движущей силой. Всего в парламенте 150 членов. Функционирует ряд комитетов. Цель парламента – выполнять необходимую работу. Рождение первого ребенка в космосе и первое постоянное заселение людей в космосе. Не международные космические станции, которые скорее играют роль исследовательских лабораторий, а настоящее общество, населенный пункт в космосе. Простыми словами, вот в чем заключается наша миссия. Как бы вы охарактеризовали этот путь от отчетной точки до настоящего момента? Для Асгардии? Да. Ну, с момента открытия, когда разрывался телефон, написать это невозможно, потому что мы создали довольно простой сайт, опубликовали несколько номеров телефонов, имейл, создали какие-то группы в соцсетях, и телефон разрывался. Мы сидели, смотрели за счетчиком, как он растет, то есть он взлетел до 100 тысяч зарегистрированных пользователей за первые три недели. Социальные сети взрывались. То есть я в тот момент, ну, мы только создавали команду, только создавали структуру, потому что нужно было же понять, с какой скоростью это пойдет, какая будет реакция. То есть нас было совсем немного людей в тот момент. Я, ну, в прямом смысле слова, практически в душ ходила с телефоном, чтобы успевать отвечать на посты на Фейсбуке. То есть это был какой-то момент вообще невообразимо тоже волшебный, потому что только глядя назад, знаете, лицом к лицу лица не увидать, только сейчас начинаешь понимать, причастность к чему была в моей жизни. Вы сказали, что вы только сейчас начали осознавать, к чему были причастны. На данный момент у вас есть возможность оглянуться назад и увидеть то, до чего доросла нация на данный момент. Какие чувства у вас это вызывает? Как можно было так много сделать за семь лет всего лишь? Потому что, казалось бы, ну, знаете, как это выражение, «one step at a time», когда каждый день делаешь шажочек, шажочек, а проходишь-то десятки, сотни километров, потому что вообще кто при нашей жизни начинал государство с нуля? Никто. Мы достаточно молоды. Поэтому уже сам факт, что, во-первых, собрались со всего земного шара люди, которые хотят, люди в свое просто свободное от основной работы время, считайте, ходят на вторую работу, занимаются делами, в которые они верят. То есть сам тот факт, какое количество людей, профессионалов в своей области, объединены идеей Асгардии, я не перестаю удивляться. Потому что одно дело, сразу же пришли космические фанаты. Я их обожаю, без них бы не было интереса общественности к космонавтике. Все понятно, да, это все для людей в первую очередь. Но тот факт, что пришли профессионалы, уже состоявшиеся в космической отрасли, и хотят еще и Асгардии заниматься, лишь в очередной раз подтверждает, до какой степени визионерская идея Игоря Рауфовича Шурбеля уже назревала в обществе, но он ее сформулировал и предложил людям. Как вы находите единомышленников по всему миру? Мы находим единомышленников, подкупая их идеей того, что люди делали всегда, путешествием. Раньше это было пересечение пустынь, пересечение морей, покорение гор. Теперь мы покоряем космос. Это естественное развитие для человечества. Моя ответственность – сотрудничать с парламентом и правительством, чтобы доносить хорошие вести об Асгардии до 8 миллиардов людей. Есть миллионы людей, которые бы поддержали нашу деятельность, но просто о нас еще не услышали. Мы хотим стать одной из самых многочисленных наций в мире. Мы приглашаем стать частью наследия человечества, присоединившись к нам сейчас. А как люди узнают о существовании Асгардии? Ну, как обо всем современном мире, люди узнают из разного уровня средств массовой информации. То есть наша первая пресс-конференция в Париже была очень успешная. С тех пор мы, конечно же, ну, как и все, ведем соцсети, выпускаем релизы, участвуем в таких великолепных мероприятиях, как Международный астронавтический конгресс в Баку. То есть мы впервые, как доктор Шербели сказал в своем интервью в пресс-конференции, как журнал «Рум» мы уже многие годы являемся медиапартнером организации АЭФ, Международной астронавтической федерации и этого конгресса. У них есть другие ежегодные события, мы тоже являемся медиапартнером. То есть журнал «Рум» уже 10 лет присутствует вот в этой орбите Международной астронавтической конференции. Но мы именно как Асгардия посещаем различные космические события, где у людей есть возможность узнать о нас, о нашей деятельности, записаться, присоединиться. Само по себе, конечно, мы в первую очередь цифровая нация. То есть мы первая в истории цифровая космическая нация. То есть мы ведем свою деятельность в онлайн-пространстве. Например, для нас не было сложностью, что весь мир ушел на удаленку на два с половиной года. Потому что к тому моменту наш парламент, о котором говорит мой коллега, уже работал в Зуме и проводил свои еженедельные рабочие встречи и полноценные длительностью в три дня заседания раз в квартал в соответствии с законодательством, которое регламентирует работу парламента. То есть когда весь мир был вынужден уйти в Зум, плохо, что это с нами со всеми произошло, и дай нам Бог всем здоровья, но для нас именно цифровизация не была проблемой. Мы все же сидели, каждый в своей стороне, и продолжали общаться, как и общались с момента основания и уже с момента работы органов законотворческой и исполнительной власти. Господин Оппик, что значит для вас участие на 74-м международном конгрессе астронавтики, проходящем в Баку? Участие в конгрессе – естественное развитие для Асгардии, учитывая избранный ею путь. Показателем нашего роста также является то, что мы являемся одним из спонсоров конгресса. Люди, зарабатывающие на космосе, также нуждаются в хорошем обществе в космосе. Мы говорим о потенциально триллионном доходе. Поэтому, если мы сможем обеспечить благосостояние, мир – новое поселение для человечества, то это будет одно из самых успешных начинаний 21 века. Как бы вы охарактеризовали нынешнюю стадию развития Асгардии? Асгардия создала первая в мире полностью функционирующую цифровую демократию. Думаю, именно на это ушли первые пять лет. У нас есть парламент, правительство и гражданское общество, формирующее свою культуру. Парламент разработал политические процессы, которые до него не существовали. В следующие пять лет мы должны трансформировать идею Асгардии в необходимый результат, чтобы отправить человечество в космос. То есть, мы переходим от подготовки к действию. Мерилом успеха нашего парламента будет то, чего мы достигли, включая космические запуски, начиная с этого года и до 2028-го. Существует ли какой-либо отбор для желающих вступить в ряды Асгардии, так сказать? Для этого надо быть жителем планеты Земля. Это единственное слово. За себя может человек только старше 18 лет, естественно, записаться. Если человек младше 18 лет, то должен его родитель или официальный представитель подтвердить эту запись. То есть, мы уважаем законы планеты Земля, поэтому, поскольку в большинстве стран только с 18 лет все решения человек может принимать самостоятельно, поэтому мы уважаем... Бывают страны, где меньше, но мы взяли отсечку в 17, просто чтобы соответствовать этому. У нас есть Декларация Единства. Она является как бы... Она предшествует Конституции. Она была принята чуть раньше. Но если вы посмотрите наши опубликованные материалы на сайте, на стенде, у нас тоже есть книжки. Декларация Единства, она определяет основные направления, основные ценности и принципы. И в том числе мы не вмешиваемся в земные дела и на принципах взаимности. Но при этом мы, конечно же, уважаем земные законы во всех странах, где мы присутствуем. То есть, любой человек, который хочет просто зарегистрироваться на нашем сайте, приходит на сайт asgardia.space, создает себе профиль, ему приходит на мейл подтверждение, что действительно это ты так, это ты этого хочешь, он это подтверждает, и базовый профиль у него зарегистрирован. Дальше мы, конечно, хотим знать о своих зарегистрировавшихся на данный момент пока что просто пользователях чуть больше, в какой они стране, сколько им лет, они мужчины, женщины. А дальше человек может остаться просто асгардианцем зарегистрированным, а может стать резидентом. Резидентство имеет членский взнос, и оно дает права вести деятельность госслужащего в асгарде. То есть, для того, чтобы стать членом парламента, или быть назначенным в правительство, получить должность в Верховном суде, или быть сотрудником администрации, главы нации, надо быть резидентом асгардианцем. То есть, резидентство дает право занимать официальную государственную должность. И я очень горда, я потому что записалась в резиденты, пока я сидела на пресс-конференции 12 октября 2016 года, и мой порядковый номер в асгарде – 8. Это ваш счастливый номер? Ну, раз, два, три, четыре. Я восьмой человек на Земле, который записался в асгарде. По-моему, это прикольно. Да, и чем дальше будущее, тем... Тем больше миллионов запишется. А вот мой номер – 8. Господин Опик, как бы вы обозначили необходимые результаты на данный момент? Это разработка и запуск космического корабля. Это является самым важным в рамках нашей миссии. Уже существует один космический корабль асгарде. Мы ожидаем запуска еще одного в ближайшие пять лет. Я бы хотел достичь ощутимого роста числа резидентов. Людей, которые платят 100 евро в год, чтобы пользоваться резидентскими льготами. Также очень важно признание нашей страны другими государствами. Мы открыто приглашаем заинтересованные страны признать нас. Тогда мы сможем заключить взаимовыгодные двусторонние соглашения. И последнее – это полноценно функционирующая экономика. Все это не только в руках парламента. Очень важна роль правительства. Но я хочу, чтобы люди знали, что они могут обогатиться, вдохновиться и оставить наследие своим детям и внукам, став асгардеянцем. Был пройден достаточно большой отрезок пути. Но, насколько мы знаем, осталось пройти не меньше, потому что основной целью является рождение ребенка в космосе. То есть в целях продолжения человеческого рода за пределами Земли. Каких успехов удалось достигнуть в этом направлении на настоящий момент? Еще раз, то, как вы это описали, я с вами согласна с одной стороны, но картина получилась довольно линейная. А я бы предложила посмотреть, например, на строительство некоего крупного сооружения. Потому что с момента, когда принято решение выделить пространство под некое целевое развитие, пока согласованы проекты, пока выкопали котлован, пока уложили фундамент и сделали, со стороны кажется, что идет стройка в лучшем случае. На самом деле, когда начинает возрастать над поверхностью некое здание, про которое можно уже сказать, ого, что-то растет, когда люди, проходя мимо, условно, что-то видят, до этого момента проходит немалое количество времени, с момента, когда приходит кому-то в голову, а давайте-ка предложим, чтобы на этом месте что-то было создано. Вот я об этом немножко не согласна вот с таким вот линейным описанием, потому что с момента, когда доктор Шурбеля сначала подумал о том, что такое может быть, сформулировал, принял решение об этом объявить, то есть это уже результат его мыслей и внутренней работы. И все, что было проделано за это время, мне такие вопросы иногда задают, ну вот тоже люди, пришедшие просто пообщаться, когда-то, когда-се, почему медленнее что-то, чем хотелось бы. Потому что мы делаем очень многое впервые. Конечно, то есть нет стандарта, с которыми можно это сравнивать. Во-первых, нет стандарта. Мы, в том числе, например, Министерство промышленности занимается развитием системы стандартизации. У нас отдельный сайт для этого есть по стандартам Асгардия. То есть мы ошибаемся на пути, мы живые люди. Кто не ошибается, тот, кто ничего не делает. Поэтому мы делаем все, что мы обещали, мы просто это делаем тщательно. Если у нас не получается, мы делаем заново. Если мы пошли в одном направлении, оказалось, что лучше в другом, мы притормаживаем, думаем и сворачиваем немножко. Мы многие вещи делаем путем познания их, путем развития их. И из-за этого со стороны может казаться, что мы идем чуть медленнее, чем хотелось бы. Но, опять же, тут тоже никаких иллюзий у меня нет. Впереди намного больше путь, чем путь пройденный. Потому что, пардон, впереди бесконечность. Наша цель всего-навсего – сохранить жизнь человека как биологического вида во Вселенной. Потому что когда-то, рано или поздно, Земля станет непригодной для жизни. Жить-то все равно надо, а планета, как источник просто физического присутствия, она может стать менее пригодной. Поэтому, да, 7 лет в сравнении с бесконечностью – это не полпути ни разу. Также хотелось бы услышать от вас о проектах. Это «Сириус» и «Сириус-2023», который, насколько я знаю, должен стартовать в ноябре. Проект «Сириус» – это многолетний проект наших партнеров Института медико-биологических проблем. Они проводят изоляционные эксперименты, которые моделируют участие экипажа в длительных космических полетах. Это один из стендов, который существует в мире. В мире в разных странах существуют разные способы моделирования условий космического полета. Мы уже во второй раз направляем нашего члена экипажа в изоляционный эксперимент в составе экипажа шести человек. Мы особенно изучаем вопросы женского здоровья в условиях космического полета, потому что все мы понимаем, что для того, чтобы изучить вопрос рождения человека в космосе, нужно в первую очередь говорить о репродуктивном здоровье и безопасности матери. «Говоря о признании со стороны других государств, на состоявшейся пресс-конференции было объявлено, что официальное обращение будет отправлено президенту Азербайджана. Как бы вы оценили значимость этого? Это вполне естественно, потому что наш основатель доктор Ашурбейли родом из Азербайджана. Он верит в этические ценности этого государства. Теперь, находясь в Баку, я понимаю, почему. Оба государства не терпят насилия, хотят лучшего для своих народов. Оба целеустремленные. Думаю, что Азербайджан и Азербайджан могут образовать синергию. Я очень надеюсь, что руководство Азербайджана поверит в нас, согласится сотрудничать и признает Азгардию. Говоря о схожих чертах между Азербайджаном и Азгардией, можно ли сказать, что Азербайджан является многокультурной страной, в то время как того же стремится достичь Азгардия? Азербайджан имеет глубокие традиции и культуру. Я увидел это за несколько дней пребывания здесь. Я ощущаю себя здесь комфортно. Люди живут друг с другом, а не друг против друга. В Азгардией то же самое. В нашем парламенте представлено 49 стран. Мне предоставлена уникальная возможность путешествовать по всему миру и говорить людям, вы можете быть тем, кем вы являетесь на Земле и тем, кем вы хотите быть в Азгардией. Мы будем не только мультикультурны, но и мультипланетарны. И это очень захватывающая мысль. Также мы слышали, что координатами нации Азгардия является спутник. И также были озвучены сообщения того, что ожидается запуск второго спутника. Как бы вы оценили это достижение? Это достижение интересно с очень разных точек зрения. Потому что запустить спутник технически, это ни в коем случае не принижая способности запускателей спутников, но это делают очень многие. Это услуга, доступная на коммерческом рынке. То есть сам технический факт запуска спутника, он доступен многим. Но некоторые вещи, они хороши не тем, что они механически что-то из себя представляют, а тем, какую они несут в себе мысль. И вот эта идея, хотя спутник может быть любой, что спутник может быть территорией, эта идея для меня с точки зрения способности мыслить outside the box, как говорится, вот эта идея для меня просто гениальна. Потому что нет ни одного закона, кроме закона всемирного тяготения, который бы держал поверхность страны на поверхности планеты Земля. Нет ни одного закона, по которому страна обязана быть такого размера, чтобы все ее население в ней умещалось. И нет ни одного закона, который бы обязывал вас, как гражданина какой бы то ни было страны, физически находиться на ее территории. Поэтому наша территория – это спутник, это символ. Но нет ни одного закона, почему это не так. И сразу отвечу на вопрос, который возникает у некоторых людей, что нельзя в соответствии с законодательством международного о использовании космического пространства 1967 года экспорпиировать орбиту. Мы ее не экспорпиируем, мы, как и все, ее используем. У нас есть спутник, который летает на этой орбите. Скоро сроки эксплуатации спутников ограничены, а поскольку мы говорим о суверенности государства Асгардия, наличие территории является одним из параметров суверенитета. Поэтому мы скоро запустим еще один спутник именно с целью поддержания суверенитета как функции территории, чтобы наша территория в космосе всегда присутствовала. А также, когда мы говорим о суверенитете, у нас есть население, у нас есть Конституция, у нас есть законы избранной главы нации, у нас в соответствии с Конституцией работает парламент, правительство и Верховный суд, то есть мы классическая демократия. И, ну, собственно, вот. А наше гражданство, оно, опять же, в соответствии с нашей Конституцией, оно не является потенциально вторым гражданством, оно является уникальным космическим гражданством. Поэтому мы ни в коем случае не вмешиваемся в земную жизнь людей, которые решили связать свою жизнь с Асгардией. Господин Опек, как вы видите будущее Асгардии? Я уверен, что Асгардия будет существовать долго. Самым опасным периодом были первые пять лет с момента её основания. Мы перешли этот рубеж, хотя многие думали, что мы не справимся. Но вот мы здесь, на международной конференции астронавтики в Баку. Я ожидаю, что в ближайшие десять лет мы достигнем трёх целей. Это серия запусков, осязаемый прогресс на пути достижения первого рождения ребёнка в космосе и массовое ускорение признания нации. Раньше некоторые могли подумать, что Асгардия – просто хобби для энтузиастов. Теперь люди понимают, что это самая новая нация в мире, имеющая самые звёздные амбиции. А на этом у нас всё. Напомню, что в эфире телеканала CBC был специальный выпуск. С вами была я, Лили Гусейн-Ли. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова